Путин на Останку! Путин на Останку! Москва, аэропорт Фнуково, с минуты на минуту должен прилететь Алексей Навальный. Весь движ на той стороне кордона, зону прилета международных рейсов зачистили, разбили на две части. Вот на той стороне куча народу, тысячи людей. Я стою на той стороне, где в основном иностранная пресса, я пошел за прессой. Здесь как такового движа нет, весь движ там, но зато отсюда будет хорошо видно, когда выйдет Алексей Навальный, если ему дадут выйти. Как вы считаете, когда Россия станет свободной? Когда Алексей Анатольевич выйдет к нам, и мы сможем свободно поприветствовать его без всех этих кордонов, без всех этих задержаний, без всех этих автозаков, стоящих снаружи. Вот тогда Россия будет свободной, когда никто, ни один гражданин Российской Федерации не будет опасаться возвращаться в свою страну, на что он имеет полное право. Сообщает, что Внуково закрыли, и самолет летит в Жуковский на посадку. Тогда странно, зачем сюда нагнали столько ОМОНа? Зачем здесь устроили такой кипиш, перегородили выходы все? Видите, закрыли все эскалаторы. Все закрыто, хотя самолет сюда не летит. Может быть, в последний момент они приняли это решение. Ну, в общем, по последней информации, самолет летит в Жуковский. Муниципальный депутат Денис Шендерович. Денис, как ты вообще оцениваешь всю эту атмосферу? Ну, атмосфера такая. Я, честно говоря, ощутил себя на входе, как в съемках какого-то кинофильма про войну, когда немцы захватили какую-то русскую деревушку и, собственно говоря, там прессуют людей. Примерно это я увидел, когда пытался зайти сюда. А ты видел задержание, да? Конечно, я пытался зайти в здание рапорта, и первое, что я увидел, что большая группа полицейских в касках выталкивает массу людей из здания рапорта. И потом, в общем, дальше были какие-то крики в мегафон. Граждане, выйдите на улицу и так далее. Кого-то выталкивали, кто-то проходил. То есть полный беспорядок и хаос, люди кричат. Это было очень удивительно и странно такое наблюдать. Поэтому было, говорю, повторюсь, что было ощущение, что это какой-то плохой фильм про войну, про фашистов и так далее. Как считаешь, дадут вообще Алексею выйти или нет? Что сделал? Дадут Алексею выйти в люди или сразу схватят? Ну, я не буду оригинален в том плане, что предугадывать поведение силовиков о том, что они сделают или не сделают, такое себе занятие. Что сделают власти в этом отношении? Здесь любой, как говорится, шаг ухудшит их положение. Отпустят или задержат. В любом случае, это будет для них, для репутации плохо. Так или иначе. А что они сделают, мы увидим. Так что не могу сказать, что. Спасибо. В общем, самолет кружит над Москвой. Кто-то говорит, что летит все-таки сюда. Кто-то говорит, что летит в Шереметьево. Непонятно куда. В общем, самолет просто накатывает круги. Муниципальный депутат из города Петербурга, Светлана Уткина. Да. Расскажите, пожалуйста, как вам вообще атмосфера в аэропорту? Ну, я думаю, что мне приятнее была бы атмосфера даже, может быть, по поводу впечатлений, как бы, как объем впечатлений с той стороны. У нас тут как бы снятия две стороны. Тут как бы такая маленькая компания, проникшая через всякие кордоны. А там вся-вся основная масса людей. Мне, конечно, хотелось бы быть с той стороны. Просто я не ожидала, что так получится, но никто не ожидал. Но там очень много наших знакомых, там очень много людей из Петербурга. Мы ехали частями, нас задерживали, если вы знаете, да, вот у нас несколько человек задержали, даже около десяти. То есть вам чудом удалось добраться, да? Чудом удалось добраться, совершенно случайно. У меня из соседнего вагона забирали Фатьянову и Ирину вместе с Ильей Гантвардом. Вот, и, значит, мы случайно доехали, и случайно сюда попали. И там, наверное, все-таки веселее. Ну, там же и людей крутят и так далее. Можно там кого-то защитить было бы. Как вы считаете, дадут Алексею выйти или сразу задержат? Ну, мы же, я же не гадаю на картах Тарон, я не знаю. Я хотела его встречать, вот у меня и табличка есть с его именем и так далее. Ну, как? Вот у нас девушка, смотрите, какая прекрасная. Если вы знаете, устроила акцию на тему того, что она встречает президента своего, вновь избранного. Но не боитесь, что за табличку вас задержат, если вы ее развернуете? Вы знаете, меня столько раз задержали, что мне уже как бы не очень страшно вообще ничего. Я и здесь даже сидела у вас в жизни. Уже успела 27 июля посидеть. Так что ничего страшного. Главное, чтобы он приземлился, приехал, дали были чек, и доехать до дома можно в конце концов. Потому что непонятно, ради чего спектакль устраивается. Вот чтобы что? Ну, приеду все-таки самолет должен сесть, он же не будет болтаться в небе постоянно. Где бы он ни сел, а Алексей должен оказаться дома. И удачи. Спасибо. Так, я вышел на улицу. Смотрите, здесь полиция, автозаки. Очень много полицейских. Тысячи людей пришли встречать Алексея Навального. Остакцию! Пути на восставку! 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 Продолжение следует...